Приветствую вас и помочь, конечно, можно. Можно найти свое призвание, но есть несколько возможных вариантов для этого. Первый возможный вариант, это самый такой, оптимальный, на мой взгляд. Это вариант, при котором мы, я буду говорить мы с вами, но это просто для удобства, чтобы не путаться чтобы не переключать излишне количество слов. Значит, при первом варианте мы с вами просто разговариваем и в диалоге я вам задаю некоторые вопросы, определенные вопросы я вам задаю. Вы на них стараетесь отвечать и отвечая на эти вопросы, мы с вами разберем, почему в принципе стало возможным то, что вы разочаровались в своей профессии. Ведь это довольно такой, знаете, серьезный кризис, когда человек старается какую-то профессию овладеть, и выясняется, что это не то, что он хочет. Это довольно серьезный кризис, как правило. И он возникает не просто так. То есть, я хочу сказать, если вы не поняли, я хочу сказать, что проблема вполне может быть лежит куда глубже, чем вы думаете. То есть, она не связана, может быть, с работой, а имеет место какие-то, имеет корни в других сферах, которые вы пока не осознаете. То есть, это может быть сфера личностного характера, это может быть сфера детско-родительских отношений, это может быть что-нибудь еще такое, о чем пока не известно. То есть, этот вариант, он самый такой хороший. Из вашего вопроса, как бы вы спрашиваете, да, можете помочь, можете ли вы помочь найти свое призвание? Можно, да, можно. Но для этого, вот, собственно, я предлагаю вам этот вариант. Следующий вариант, который можно предложить вам, ориентируется на то, что вы не хотите разговаривать лично с психологом, не хотите разбирать с ним свои проблемы, ну, может быть, у вас нет возможности или нет желания. То есть, это, в принципе, не так важно. В этом случае, я рекомендовал бы вам, очень настоятельно рекомендовал бы вам подумать над тем, а что вам, собственно говоря, нравится. Что вам интересно, что вас привлекает, какие у вас, например, сильные и слабые стороны, вот именно у вас. Это можно, в принципе, выписать. То есть, ваши слабые и сильные стороны можно выписать, можно их как-то обозначить для того, чтобы было понятно, какие они. Вот ваши достоинства, да, ваши плюсы, их постарайтесь выписать, их постарайтесь как-то выделить. И также постарайтесь выделить свои недостатки своими. И вот, когда у вас появится такой список, вы сможете, во-первых, четко осознать свои сильные стороны. И, соответственно, если мы говорим о сильных сторонах, то вы получаете возможность проанализировать, как можете использовать их, эти свои сильные стороны. И, соответственно, вы получаете возможность проанализировать, как можно обратить их себе за благо. Это тоже очень важный момент. И тогда, когда вы получите представление о своих сильных сторонах, вы сможете достаточно легко определить, куда бы вы могли их направить. То есть, как бы вы могли использовать свои сильные стороны именно для достижения своих целей. И вот это поможет вам понять для себя, куда вы могли бы идти, куда вы могли бы двигаться. Но, понимаете, в какой есть тонкий момент у этого? Толкий момент состоит в том, что вы сами пришли к тому, что у вас сейчас происходит, да? Только потому, что так складывали ваши обстоятельства. Ну, я имею ввиду, жизненные обстоятельства. И, соответственно, эти обстоятельства вот так сразу не уйдут. Обстоятельства эти вот так сразу не закончатся. Это нужно понимать. И потому, для того, чтобы иметь лучшее представление о том, куда вам стремиться, куда вам идти, что вы хотите делать и так далее, нужно понять, как вы, вообще-то говоря, оказались в этой ситуации. В такой ситуации, когда вы не знаете, что делать. Когда вы не знаете, куда идти. Потому что получается, это совершенно однозначно, что за вас, как бы, выбирали профессию, да? За вас выбирали, куда вам идти. Не выше. И это всегда кризис определенного рода. Это всегда вытеснение определенного рода. То есть, что значит вытеснение? Это значит, что вы, как бы, ну, ущемляете свои интересы, к сожалению, таким образом. И вот это то, о чем вам нужно тоже поговорить, возможно, с психологом для того, чтобы разобраться со своей проблемой. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос, какой вариант решения выбрать, решаться вам, безусловно. Но я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и вы излечите для себя что-то полезное в нем. Поэтому, я же, со своей стороны, готов вам помочь. Если вы захотите обратиться ко мне, пишите в личку, обговорим детали и все решим. И постараемся найти для вас наиболее подходящую модель вашей реализации. А также подумаем, что мешало вам реализоваться самой раньше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...